Могилёв Родилась легенда о жемчуге после того, как российская государыня Екатерина II в 1780 году посетила Могилёв и вместе с австрийским императором Францем Иосифом заложила знаменитый Иосифовский собор. И подчас закладки этого собора у нее порвались корали с жемчуга, которые рассыпались в яму, в котлован, где закладывался этот собор. И я сказал, нехай этот собор будет таки пригожей, как это корали, что является неподтвержденной легендой. Но по воспоминаниям современников Ее Величества, случай с жемчугом все-таки был. Похоже, именно он и породил легенду. А началось все с раздачи чинов и наград Могилёвской знати. Ну, это все имело великое значение для Могилёвцев тогда, потому что приезд императрицы это было не только святочное мероприемство, это еще и подарунки, это еще и гоноровые посады, это узнагороды. И вот такой узнагородой был одоранный Георгий Каниский. Могилёвскому архиепископу пожаловали панагию, что было великой честью. Носить ее могли только высшие церковные иерархи. Именно с ней связан один великосветский скандал. Дело в том, что государыня повелела вручить подарок князю Потемкину, а его сиятельство прилюдно перепоручил это дело Могилёвскому генерал-губернатору графу Чернышоу. Фонабересты генерал-губернатор, уже довольно-таки человек в годах, там уже после 50-ти, ГТУ спринял скрюдой, я уже староват, сказал, и он для таких посылок, как меня отправляли с посылками, у вас есть адъютанты для того, как отправлять вот подобные подарунки. Князь Потемкин ответ оскорбил. Его сиятельство вида не подал, но обиду затаил. Об этом случае он рассказал Екатерине. Подарок Георгию Канискому вручили, но ее величество к Могилёву охладело. Российская императрица приняла участие в закладке собора и уехала. Городская знать осталась без чинов и наград. На приеме в честь ее отъезда граф Чернышов с одеянным раскаялся и решил поделиться с могилевскими аристократами подарком своей жены, который ей сделала государыня. Он подошел до своей женки и разорвал на ее шеи корали жемчужные, и жемчуг посыпался по подлозе, которые потом собирали уже в гости. Похоже, именно эта реальная история и легла в основу красивой могилевской легенды об императорском жемчуге.